К нам присоединяется Олег Лесный, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Такую информацию хотели с вами обсудить. Страны НАТО собираются застраховать долгосрочную поддержку Украины на фоне укрепления правых в Европе и возможной победы Трампа на выборах. Вот об этом, ссылаясь на свои источники, пишет Wall Street Journal. И по данным издания, на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне назначат того, кто будет отвечать за эти вопросы. Это и поставки вооружения, и модернизация военного сектора. И вот примечательно, что работать этот чиновник будет в Киеве. Как вы оцениваете вот такую информацию? И в целом хотели спросить о ваших ожиданиях от предстоящего юбилейного саммита НАТО. Да, остается вот ровно неделя до старта. Мы видим сейчас, что некоторые страны и некоторые структуры Трампа боятся больше, нежели Путина. И к этому готовятся очень серьезно. Это очень неплохой момент, как по мне, потому что Трамп на самом деле разбудил Европу и заставил ее, и некоторые структуры, в том числе и НАТО, быть более жесткими и менее зависимыми от Соединенных Штатов. Посмотрим, как это получится, но тенденция неплохая. То, что идут вот такие действия в отношении Украины, это тоже скорее позитивно, потому что это о том, что мы можем планировать, опираясь на конкретную персону, которая имеет конкретный план помощи Украине, и это все задокументировано. Да, это, скажем так, неплохо. Но, с другой стороны, самое главное ожидание от этого саммита, конечно же, украинцев, это то, чтобы нас позвали в НАТО, да, или хотя бы это продемонстрировали. Понятно, что этого не будет. Будет пресловутый мост или еще какая-то такая формулировка, которая скажет, что да, в принципе, вы идете в эту сторону, но вот были открытые двери, теперь же наведен мост, и пока все. С другой стороны, в ходе этого саммита будет принято много решений, которые некоторые будут напрямую касаться Украины, а некоторые будут глобального плана и тоже будут иметь влияние на нас. Ну, условно, там, если Рамштайн частично или полностью идет под контроль НАТО, это вариант вообще про Украину. Если, например, там будет в итоговом документе описано, ну, условно, пускай коалиция разминирования в Черном море или обеспечение безопасного судоходства в этом море, это касается всех стран, которые находятся на берегу Черного моря, в том числе и нас, да. Поэтому многих моментов позитивных ожидаем, но вот политической воле позвать нас публично, я думаю, что ожидать фактически не стоит. Знаете, вот на фоне последних новостей, постпред России при ООН Василий Небензе призвал не верить тому, что Трамп остановит войну за один день. И вот, по его словам, чем сложнее ситуация на фронте, тем сложнее будет решить ее дипломатическим путем. Мол, за 24 часа никто ничего не сделает. Формулу мира, которую предлагает Киев, Небензе также назвал невыполнимой. Как вы полагаете, почему вот такая риторика, да? То невыполнимо, то невозможно. Зачем Небензе сейчас все это раскручивает, озвучивает? Ну, потому что на фоне этого есть формула мира в кавычках Путина, одна, вторая, которая подразумевает капитуляцию Украины. И вот она единственная, потому что Путин решает все. Ну, так вот, если подытоживать то, что говорит и не говорит Небензе, да? Я вообще считаю, что Небензе — это уже не фамилия, а явление в ООН, которое напрямую ассоциируется с пропагандой ПСО и враньем. И, ну, удивительно, что он еще находится там вместе с Российской Федерацией, потому что это та страна, которая является признанным агрессором, страной-террористом. Пускай даже не де юре, но де факто она себя ведет хуже, чем Алькаета. По количеству погибших в результате действий этой террористической организации она, наверное, на первом месте в новой истории Украины и Европы однозначно. Поэтому, на самом деле, Небензе просто проводит очередную информационную операцию на полях того же ООН. Но, к сожалению, вот этот вот очень сильный механизм, который задумывался как тот, который будет обеспечивать мир во всем мире, да, он превратился в площадку для проведения ИПСО Российской Федерации. Да, к сожалению, у них есть эта трибуна пока. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. Украина и Венгрия будут работать над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Вот об этом во время встречи в Киеве договорились Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Премьер Венгрии впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину. И эта встреча, как заявили стороны, стала важным шагом для решения проблем, накопившихся за длительное время. И вот в заявлениях для прессы Орбан признал, что предлагал украинской стороне, я цитирую, безотлагательное прекращение огня на той линии соприкосновения с РФ, которая есть сейчас, но в то же время ни на чем не настаивал. Как вы оцениваете итоги этого визита и какую главную цель все же преследовал Орбан? Еще важно напомнить, что с 1 июля Венгрия начала председательство в Совете ЕС. Ну, дело в том, что, мне кажется, много конспирологии вокруг этого визита. Одни говорят, что он привез ультиматум от Путина, там мирный план от Путина, еще что-то. Более, скажем так, хладнокровные люди говорят о том, что он приехал все-таки решать свои вопросы. Я имею в виду вот этих 11 пунктов, которые они выкатили для Украины и взаимоотношения в этой сфере с Украиной. Я склоняюсь скорее к этому варианту, потому что он на самом деле тоже для нас опасен. Потому что вот в период войны, когда Украина отвлекается на защиту себя и выживание, тут Орбан рисует такую картинку, чтобы, знаете, где-то там не физически, но ментально, извините за выражение, отжать территорию. Но это было, я думаю, отторгнуто главой государства. Это было видно и в итоговом общении с прессой, выходу к прессе. То, что Орбан озвучивает очередные российские нарративы, это не новость, потому что у Путина есть несколько людей, через которых он приводит ИПСО. Это Лукашенко, ну еще и Орбан сюда, в этот клуб вошел активно. Ну, Украина в лице президента дала четкий ответ, что у нас есть формула мира, мы по этой формуле мира двигаемся. Вы уже там подписали ее на первом саммите, есть подписан там Каменюке. Ну вот мы готовим следующий, ждем вас там. И давайте тогда, если мы строим мир справедливый, давайте тогда строить в рамках того, что предлагает Украина. Я думаю, что это достойный ответ на самом деле. Действующий президент США Джо Байден не снимется с текущей президентской кампании, несмотря на неудачное выступление на дебатах. Об этом говорится в материале The Economist. Издание отмечает, что команда Байдена делает все возможное, чтобы спасти действующего президента, и пока им это удается. Это цитата. Как вы полагаете, какой теперь будет избирательная гонка, начинается самая горячая пора, на что главный упор будут делать демократы, а на что республиканцы? Ну, знаете, во-первых, мне кажется, роль дебатов на нынешнем историческом моменте, она слишком преувеличена и разогрета до невозможности. Потому что не всегда тот кандидат, который выигрывал дебаты, выигрывал выборы. Это, например, кейс, если не ошибаюсь, Клинтон, которую даже некоторые наши мужи при власти даже уже поздравляли с победой. Оказалось, что она не победила. Поэтому я считаю, что, например, этот эйджизм и апеллирование к здоровью Байдена, оно как минимум некорректно, потому что такое впечатление складывается у меня в последнее время, что все знают, как закончатся выборы. Нет, только в одной стране, ну или максимум в трех-четырех, можно знать за два года, какой будет процент и кто победит. Ну, если мы берем конкретный пример, то это Российская Федерация. Соединенные Штаты — это демократическое государство. Этот бой электоральный, он только в начале. И сводить его к тому, что кому-то что-то удалось, кому-то что-то не удалось на начальном этапе, это, мне кажется, несерьезным. Потому что мы не Россия, мы не влазим в дела Соединенных Штатов. Мы примем любой выбор граждан Америки. Наше дело сейчас — нарабатывать методику и методы работы с любым победителем выборов. Это раз. И, во-вторых, сохранять двупартийную поддержку. Вот это то, что мы должны делать. А вот встревать со стороны Украины, рассказывать, что кто-то там старый, кто-то молодой. Ну, смотрите, кто-то больной, кто-то не очень. Но я всегда привожу пример Рузвельта. Он был не сильно здоровый, когда выигрывал свои выборы. И в Ялте на конференции он не сильно здоровым, сидя в инвалидном кресле. Он все-таки продавил выгодные для Америки моменты. Поэтому я бы не списывал никого со счетов. Потому что я прекрасно понимаю, что это бой, как я сам всегда называю, бой двух политических динозавров. Но это демократия. Здесь будет так, как решит народ. И я бы уходил от этих оценочных моментов, которые базируются на том, что сказал в начале этого пути. Впереди еще партийные съезды, которые определяются четко с кандидатами. И будем смотреть за этим сериалом. Все равно мы на него никак не влияем. К сожалению или к радости. Тему выборов хотели продолжить. Вчера стало известно, что во Франции 180 кандидатов снимаются с выборов, чтобы остановить ультраправых. Это делается, дабы избежать разделения голосов избирателей. Напомним, что национальное объединение Марин Липен вышло на первое место. Это в первом туре голосования. Центрический лагерь Макрона оказался третьим. А Левый народный фронт вторым. В то же время далеко не очевидно, что правые смогут получить 289 мест, необходимых для большинства в парламенте. Тем более на фоне таких заявлений оппонентам. Как вы полагаете, каким там будет второй тур? Насколько напряженной будет борьба? Борьба будет просто не на жизнь, а на смерть. Это уже очевидно. Очевидно и то, что никому не удастся набрать большинство. Я имею в виду ультраправых. Против них запускается опять тот же механизм, который запускался всегда. Что в первом туре они набирают достаточно много голосов. Потом во втором против них консолидируются все, чтобы они не получили максимум. Но мои французские друзья говорят, что в этот раз может не сработать этот вариант. Потому что на самом деле, если брать, что эта задумка была Макрона, то может не получиться у него получить для себя больше голосов. Но, поскольку идет борьба между двумя полюсами, это ультраправые и ультралевые. И французы сейчас боятся больше ультралевых. И поэтому, скорее всего, те, кто, например, за республиканскую партию голосовали, в них не будет кандидата. Они могут или не прийти, или проголосовать все-таки за правую часть электората. Поэтому здесь очень много вызовов. И мои французские друзья и коллеги говорят о том, что у Макрона в этот раз может не получиться. Но посмотрим. Это же, опять же, демократический процесс. И здесь предсказывать что-то стопроцентно, это просто невозможно. Сегодня в Астане стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. Продлится он два дня. В Кремле анонсировали, что у Путина в рамках саммита будут переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Турции Эрдоганом. Очевидно, что война в Украине станет одной из главных тем, по крайней мере, в кулуарах не так явно возможно. Какие у вас ожидания и от самого саммита, и от этих двусторонних встреч? Этот саммит показывает, кто в доме хозяин, с кем будут стремиться общаться. Это далеко не Путин. Я совершенно с вами согласен, что украинский вопрос, как они называют, будет обговариваться. Я понимаю, что Путин опять будет вместе с Китаем продолжать тулить миру какой-то мирный план. Или мирные планы, или срывать наши какие-то действия. Тут далеко ходить не надо. То есть саммит, который мы хотим организовать в этом году, они тоже будут пикетировать. Может быть, будут обговаривать последствия поездки Путина в Северную Корею. Но тут тоже два варианта. Или это инициатива Путина, или это поездка с разрешения Китая. Здесь тогда разные совершенно будут темы для разговора. Но в любом случае от этого общения Украина не должна ожидать какого-то позитива, к сожалению. А вот Беларусь же на этом саммите хочет вступить в ШОС. Как вы полагаете, примут ее? Какие шансы там? Ну, я думаю, что это уже... Беларусь это громко сказано. Это область Российской Федерации. Ну, гипотетически, да. Потому что это выгодно показать, что они расширяются на фоне всего, что происходит в мире. Ну, и пассаж того, что Лукашенко хоть кто-то признает в этом мире. Но, опять же, насколько это повлияет на глобальную ситуацию, я сомневаюсь. И буквально еще один вопрос хотели с вами обсудить. Премьер-министр Индии Моди на следующей неделе отправится в Москву для переговоров с Путиным. И это первый визит после начала полномасштабной войны. И вот что интересно, издание Blumberg пишет, что в Москве постараются представить эту встречу как доказательство, что Россия не попала в изоляцию после западных санкций. В принципе, они уже это очень активно делают. Но на самом деле Индию беспокоит активное сближение России с Китаем. И Моди хочет как раз ограничить влияние Пекина и в регионе, и во всем мире. Вот хотели узнать и ваше мнение, какие главные цели этого визита и чего по итогу можно ожидать. Я совершенно согласен, что Индии не нравится то, что происходит в тандеме Китай-Россия. Потому что ни для кого не секрет, что это два конкурента, я имею в виду Индию и Китай. Насколько это получится, я не уверен. Потому что все-таки для России Китай намного выгоднее. по взглядам, по экономике и по тому, как они видят будущее этого мира. Правда, там есть нюансы, что Путин видит, что это вокруг не вовсе будет ось зла формироваться. Но Китай когда-то в Америке, кажется, в прошлом году или в этом, я уже не помню, когда общались два глава Китая и президент Соединенных Штатов, там было сказано, что этот мир большой, его можно поделить на двоих. Индия против этого, конечно. И она будет всячески пытаться это сделать. Но с другой стороны, мне кажется, что Индия еще и хочет продолжать получать позитив с изоляцией России. То есть в любом вот этих визитах есть политическая составляющая, геополитическая, экономическая. Поэтому здесь все очевидно. Но просто если по экономической мы можем предположить, что все получится, потому что на самом деле Индии выгодно покупать дешевые энергоресурсы. А вот в том, сможет ли Индия подвинуть Путина дальше от Си, я сильно сомневаюсь. Причем, да, покупать за рупии, которые потом оседают в их банках и работают на их бирже. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, пояснения. Всегда рады видеть вас в эфире Freedom. И напомню, что Олег Лесный, политолог, был в нашем эфире. Благодарю. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok